200 долларов за баррель. Это не последняя новость из биржевого рынка, а название команды участников спартакиады компании «Газпром Трансгастомск». Она прошла среди сотрудников филиалов предприятий на территории региона, и в ней участвовали самые активные работники. Ведь пришлось проявить свою креативность не только в названии команды, но и показать физические возможности и смекалку в 20 видах спорта. Можно ли сыграть в хоккей без коньков и шайбы? Скользя по ледяному полю на валенках, спортсмены пытаются загнать теннисный мяч в ворота. Разнообразить привычные правила игры решили в компании «Газпром Трансгастомск», где впервые прошла спартакиада молодых сотрудников. В течение шести месяцев 16 команд разных филиалов компании соревновалось в 20 видах спорта. Среди них как привычные, волейбол, бадминтон, плавание, так и оригинальные состязания. Например, зальный биатлон, шашка-понг и гонки на радиоуправляемых машинках. Машинки – это было вообще нечто. Это детский ажиотаж, парни вообще довольны. Кроссфит, допустим, можно было поменьше упражнений сделать, особенно для девочек. Но было забавно. Первое место заевала команда 200 долларов за баррель. По итогам всех состязаний лучшей оказалась команда сотрудников управления материально-технического снабжения и комплектации. Первыми они стали сразу в семи дисциплинах. Успех объясняют хорошим составом. Многие занимались спортом в прошлом или до сих пор совмещают активный образ жизни с работой. Участвуют в соревнованиях различных уровней. Но даже при таких данных не обошлось без тренировок. Нам помог командный дух, собранность, подготовленность спортсменов и очень ответственное отношение к каждому виду спорта. Ни один соревновательный вид не прошел без предварительной подготовки наших спортсменов. Как говорят организаторы, цель спорта Киады – не только пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, но и сплочение коллектива. В соревнованиях участвовали сотрудники разных филиалов компании. У нас специально были перемешанные команды, где участвовали люди из разных отделов, что позволило им на протяжении полугода очень плотно взаимодействовать. То есть они наладили как дружеские связи, так и в спорте развились, что несомненно поможет им в их трудовой и производственной деятельности. Теперь рабочие вопросы в компании, где числится больше 8 тысяч сотрудников, решают не только официальным тоном, но и дружеским. Так что со своей задачей спорта Киада справилась, а организаторы уже думают о том, как разнообразить формат спортивных состязаний в следующем году. Алена Маушева, Евгений Лосинок, Вести Томск.